Омнамо Бхагавати Васудивая Омнамо Бхагавати Васудивая Мы продолжаем читать пятую песню от Бхагаватам, глава 21, которая называется «Движение солнца». Вчера остановились на 8-9 стихе, мы прочитаем несколько стихов, потому что тут они связаны и небольшие комментарии, а в некоторых нет. Я прочитаю сам, потому что здесь проза, сложно будет. Та ся гайша сама на сутра нипаты просва паяти, татра гатам на пашянти етам, етам сама нупаширан. Это 8-9 стих. Тем, кто обитает на горе Сумеру, всегда очень тепло, как в полдень, потому что солнце все время находится у них над головой. Обычно солнце движется против часовой стрелки навстречу зодиакальным созвездиям, так что Сумеру остается слева от него. Но иногда под порывами ветра Дакшиноварта оно меняет свой курс и движется по часовой стрелке. Тогда гора оказывается справа от него. Когда солнце восходит с одной стороны Сумеру, то с другой стороны в точке диаметрально противоположной, точке восхода, можно наблюдать его закат. А когда с одной стороны Солнца достигает зенита, то с другой стороны в диаметрально противоположной точке наступает ночь. Если жители областей, расположенных по одну сторону Сумеру, наблюдают закат, то другую сторону горы в диаметрально противоположной точке закат, разумеется, не виден. Текст 10. Перемещаясь от Дывадгани, обители Индры, до Самьямани, обители Ямараджи, Солнце проходит расстояние в 23 миллиона семьсот семьдесят пять тысяч йоджин или 309 миллионов семьдесят пять тысяч километров за пятнадцать гатик, шесть часов. Комментарии. Опотребленность здесь слова «садгикани» обозначает расстояние в двадцать пять тысяч йоджин, панча вимшати сахастра дгикани. Если прибавить к этому две с четвертью котий и двенадцать с половиной лакши яджин, получится расстояние, которое Солнце проходит, двигаясь от одного города к другому. Это расстояние составляет двадцать три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч йоджин или же 309 миллионов семьдесят пять тысяч километров, а вся орбита Солнца в четыре раза больше. Девять девяносто пять миллионов сто тысяч йоджин или же один миллиард двести тридцать шесть миллионов триста тысяч километров. От города Ямараджа солнце движется к немлочине обители Варуны. Оттуда к Виггавари, обители Бога Луны, а потом опять к городу Индры. Подобным же образом Луна и другие звезды и планеты восходят в небе, а потом заходят и снова становятся невидимыми. Комментарии. В Бхагавадгите 10.21 Кришна говорит на Кшатранамагамшаши среди звезд Ялуна. Это значит, что Луна одна из звезд. В единических писаниях сказано, что Солнце во Вселенной только одно и что оно движется. Теория западных ученых, согласно которой каждое небесное светило является самостоятельным Солнцем, не находит подтверждения о ведах. Неверно также считать эти светила Солнцами других Вселенных, потому что каждая Вселенная покрыта многими оболочками, состоящими из материальных элементов. И мы не можем видеть, что происходит в других Вселенных, хоть они и расположены очень близко друг к другу. Иными словами, все, что доступно нашему взору, находится за пределах одной этой Вселенной. В каждой Вселенной есть Господь Брама и много других полубогов, опидающих на разных планетах. Но Солнце только одно. Конец комментариев. Продолжение следует... Продолжение следует... Когда мы читаем в Шимат Бхагава, там эти главы, предыдущую эту, мы можем заметить, насколько мы ограничены в своем восприятии этого мира. Мы пытаемся, конечно, почувствовать в себе энергию знания и делать определенные выводы, но мы похожи, как Шила Парупада часто сравнивал, на лягушку, живущую в колодце. Профессор лягушку он называл. И когда к нему прилетел кто-то, птица какая-то, и сказала, что ты живешь в своем колодце, но есть океан, он намного больше. И на сколько же больше этот океан? На два моих колодца, на три. Даже представить себе не можешь. Мы так меряем этот мир, мы пытаемся его понять, особенно с нашей точки зрения, с трехмерным измерением, которое мы и то не в совершенстве владеем, мы пытаемся разобраться, как устроен этот мир. Но Ксимат Бхагаватам она описывает для того, чтобы мы могли хоть чуть-чуть почувствовать себя смиренными, что на самом деле мы в этой вселенной просто даже для многих незаметны. Хотя мы думаем, что мы какие-то особенные, но нас даже не замечают. Например, если взять, вот мы вчера, позавчера изучали и закончили предыдущую главу, тоже мы изучаем как раз предыдущую главу, мы же начали изучать это движение Солнца. Но мы можем видеть, как устроена наша Вселенная, если взять эту Вселенную, в середине этой Вселенной, сверху, с конусом вниз, находится в центре гора Сумеру, да? Сумеру. Она проходит в середину, и она как раз середина Джамбудвипы, острова Джамбудвипы. И вокруг этой Вселенной есть определенные, вокруг этой горы есть определенные острова, которые разделены океаном. И чтобы было понятно, это только, если мы смотрим по горизонтали, хотя, если смотреть по вертикали, то Солнце всего лишь находится в середине этой Вселенной. Но если взять наших ученых и сказать, что вот надо долететь до Солнца, то они начинают считать, что это столько световых лет, что это практически невозможно. И вот представьте себе, если посмотреть по горизонтали, как расположено остров Джамбудвипы, то мы можем видеть, что от середины или этой горы Сумеру до гор Локолоки, то есть вот так вот сеть, если 7 островов, разделенных на 7 океанов, 7 островов, которые разделены 7 океанами, каждый океан равен по площади острову. А вот, чтобы вы понимали, остров там имеет размеры достаточно немаленькие. Сейчас мы примерно... Я не буду... Я просто скажу цифру, чтобы быть уже точным. Вот. От середины, от горы Сумер до Локолоки, это горы, которые нас ограждают от... Как Адипуруша объяснял, что мы находимся как в бочке. И вот это все, где живет, вот эти 7 островов, это как бочка. И за бочкой там уже вот эти гора Локолока, она ограждает, чтобы солнце не попадало за пределы. То есть уже за пределами там нет солнца. И вот этот предел, он равен столько же, в таком уже расстоянии, сколько и все эти острова вместе взятые. Ну, а до Локолоки, чтобы вы понимали, 1 миллиард 625 миллионов километров. Можете себе представить? Не, ну я тоже. Это очень тяжело представить. И на 4-х концах, на 4-х углах по периметру стоят большие слоны. И эти слоны, которые поддерживают планетарная система. И когда Нарисим Хадеев издает свой рык, эти славны начинают пугаться и дрожать. Все в этом мире начинает трястись. Представьте себе, какое наше восприятие очень мизерное. По сути дела, разобраться в этой вселенной, разобраться даже в своем предназначении, зачем я живу, смысл моей жизни, очень трудно. Мы вчера тоже обсуждали. Человек не сможет. Максимум, что он может выйти, он может выйти за пределы лока-локи. Там даже описывается как место освобождения. И там даже есть тьма, есть даже горы из золота, которых там, попадая на какой-то предмет в это место, так сол золота отражает свет, что там он даже теряется в этом свете. Поэтому там люди не хотят даже жить, живые существа. Они оставляют это место. И это всего лишь наша вселенная. И мы маленькие, незаметные даже. Как мы микробов не видим, бактерии, которые вокруг нас, так и нас незаметно в этой вселенной. Мы никто. Практически мы никто. Хотя мы личности. И вот это вот ощущение себя личности с навеваемой на нами вот этим представлением ложного эго заставляет нас думать, что мы какие-то особенные. Что вокруг нас крутится вселенная. Оказывается, нет. Вселенная крутится вокруг. Свои пояси, да, вокруг. Наша планета только крутится. Солнце вокруг нее, она вокруг крутится солнцу. Вокруг. Солнце крутится вокруг мира. Говорится, что солнце – это душа этой вселенной. мы часто встречали то, как Кришна сравнивает с солнцем, да? Почему? Кришна – солнце, свет, а мая – это тьма. Подобно тому, как солнце встает где-то, пробуждается жизнь, как только где-то оно заходится, все погружаются во тьму. Точно так же игры Господа. Как только он появляется в нашей жизни, наша жизнь, она становится светлой. Как только Кришна уходит, это просто мрак. Сплошной мрак без Кришны. Это специально приводятся такие примеры, чтобы мы могли понять, насколько важен в нашей жизни сознание Кришны. И хотя в некоторых, в Бхагава, даже в Пятый, некоторые люди, жители этих островов, одни из жителей этих остров поклоняются Богу Солнца. В 12-й песне описано, что многие поклоняются, Геог Валке, например, он поклоняется Богу Солнца, но они видят в проявлении Бога, в проявлении Солнца верховную личность Бога. Иногда даже в этой песне, тут вначале он описывается, как Хирания Гарбха, то есть то сияние, которое он олицетворением, олицетворение Света. На самом деле это Господь. Мы видим, что благодаря Солнцу секунды, минуты, часы, всё исчисляется движением Солнца в этом мире. И также мы знаем из Бхагаватам, что благодаря восходу и заходу Солнца сокращается наша жизнь. Но Кришна управляет временем. И Кришна не подвластен времени. Дублирует там или как? Поэтому если мы найдём прибежище лотосный стоп Господа, то мы остановим влияние времени на нас. Мы выйдем за пределы этой Вселенной, которая движется по определённым законам. Да, это энергия Вибути, это могущество Верховной Личности Бога, которое проявляется в таком, что он наделяет этих четырёх слонов, которые держат, а где-то там Ананташеша держат, кора непонятна, которая растёт не вверх, а вниз. Солнце движется по закону. В третьей песне, чем Адбагаватам, говорится, что благодаря, из-за страха перед Верховной Личностью Бога светит Солнце и Луна. То есть всё движется благодаря тому, что Кришна этого желает. И все по своей природе, хотели бы они или не хотели, они являются слугами Кришны. Просто нам нужно осознать простой фактор, только для того, чтобы стать счастливым. Господь Читания, когда являл свои детские игры, Он показывал, насколько абсурдны в этом мире материальные желания. И Он говорил, что Он всегда действовал так, Он видел, когда появлялась Луна или Солнце, Он говорил, достаньте мне это всё. Я хочу, хочу, достаньте мне Луну. Мама, ну как это возможно? Он говорит, я хочу, и начинал закатывать истерики. Катался по земле, там, бил ногами, кричал, что-то рушил даже в своём. Или Он видел птицу, которая летит, Он говорил, я хочу эту птицу, поймайте мне, как хотите. И Он таким образом описывает, даёт комментарий Бахсанта Сарасвати, говорит, что на самом деле, таким образом, Господь Читания показывал, насколько в этом материальном мире желания могут быть абсурдны и не, гайзи Синитаги Расяна, гайзи Синитаги Расяна, гайзи Синитаги Расяна, и недостижимы. Просто иногда люди думают, что они будут счастливы в этом мире без Кришны. И это на самом деле желание. Мы должны понять одну простую вещь, что это желание недостижимо. Оно недостижимо в этой вселенной. Просто по принципу, по законам, оно просто невозможно его достичь. Невозможно его достичь. И когда преданный понимает это, он говорит, стоп! Если, тогда я буду прилагать какие-то лишние усилия, если я могу просто предаться Кришне? Я могу предаться Кришне, служить Ему, и тогда я обрету всё необходимое, что мне нужно. Всё. Даже в этой главе, когда преданные поклоняются богине Лакшми, там Шила Парупада пишет комментарий, что иногда живых существ в этом мире богиня Дурга наделяет богатством. Ну, и он делает сразу объяснение тому всему. Говорит, а вы должны понимать, что это временно. Всё это временно, и оно не принесёт счастья. Но если богиня удачи, сама Лакшми наделит вас богатством, то это богатство вечно. Но она сделает это только в любом, в одном случае, если мы будем поклоняться Господу. Всё. Законы простые. Мы смотрим, как движется эта вселенная. Она очень совершенна, она действует по определённым законам. С другой стороны, можно рассматривать то, что мы здесь находимся в таком состоянии, что мы подчинены каким-то законам. И нам нужно просто разобраться, как действуют эти законы. Для этого есть знания, для этого Шима-Дбагова там существует. Или другие священные писания. Мы пытаемся разобраться, как действуют эти законы. И как только мы понимаем, как они действуют, мы естественным образом перестаём нарушать эти законы и естественно страдать. Например, в молитвах Ягевалки, это в 12-й песне Шима-Дбагова, там, он говорит, он возносит молитвы Богу Солнца, как проявлению Верховной Личности Бога. Мы тоже в конце пятой песни, в конце двадцатой, двадцать первой, девятнадцатой главы, извиня, не, двадцатой. Да, Устройство Вселенной. Там Прабхупада приводит молитву, которую мы читаем, как браманы читают эту молитву, он бур-бу-вах-свах. И приводя эту молитву, он объясняет, что, объясняется, когда нам дают объяснить эту молитву, что Кришна, он, как изначальная душа, присутствует в этой Вселенной. Он присутствует во всем, но также он присутствует и в Солнце, как Нарайна, который дает эту энергию Богу. То есть, каждый из нас получает энергию от Кришны. И вот в молитвах Ягевалки, это с 12-й песни, Ягевалки говорит, что когда живое существо, во-первых, он говорит, что медитируя на солнечный диск, вот есть такая медитация, да, утром можно медитировать на солнечный диск, то живое существо должен понимать определенным образом, он должен понимать, что это лучшее место для поклонения Господу. Оно самое чистое считается. И почему Превоспомнил, потому что он дает свет, то есть свет, это света связанная с Кришной. Солнце это самое чистое, самое такое лучшее место. Он медитируя на диск Господа, мы понимаем, что это лучшее место для поклонения. И в Ягевалке также говорит, что поклоняясь Господу даже в форме солнца или просто как Господу, солнце оно сжигает все грехи. Именно благодаря могуществу Господа мы уничтожаем все грехи, когда поклоняемся Ему, когда служим. Это первое, что он говорит. Второе, он говорит, он убирает все страдания. И третье, это он уничтожает изначальные семена греховных желаний. Это все, мы все связываем с Кришной. То есть мы не поклоняемся полубогам отдельно, не поклоняемся каким-то материальным элементам, пусть даже это будет какой-то элемент, чистый элемент воды, воздуха или огня. Мы не поклоняемся Ему отдельно от Кришны. Мы не поклоняемся отдельно полубогам. Если мы делаем это, как делают это жители разных островов, они делают это понимание того, что Ваю или Сурья это проявление Господа. Каким образом? Они видят, они понимают, они ощущают, что через этих живых существ Господь наделяет их полномочиями действовать каким-то образом, дает им какую-то силу, и они видят в этом все проявление Кришны. Все очень просто. Поэтому преданный, когда начинает действовать таким образом, для нас очень важно служить Кришне. У нас очень простой метод, очень простой, очень возвышенный. мы уже сразу пришли, нам Шила Парупада дал такое понимание, пожалуйста, не надо попадать на райские планеты, там отрабатывать карму, потом рождаться на каком-то из этих островов, дорабатывать эту карму. Все жители этих островов в этой вселенной, даже в этой вселенной, они молятся, полубоги даже, относят к категории полубогов, молятся, что мы хотим родиться на планете, которую называется Баратаварши. Почему? Да потому, что здесь есть возможность легко каждому, каждому форме человека заниматься преданным служением. Все очень просто. Потому, что Господь являет здесь очень множество различных лил, и Он устанавливает определенный, поэтому они молятся, мы хотим, потому, что там, может быть, им все у них есть, у них там все хорошо, они там деревья манговые, которые там разбиваются, и текут реки с манго, они пьют их, и на берегах этих рек образуется золото, у них все есть, как мы мечтаем, как мы говорим, для нормальной материальной жизни. Но, похоже, у них есть какой-то еще другой глубокий опыт. Они видят, что это не приносит того счастья, которое, то счастье, которое может принести преданное служение. Преданное служение, этот процесс, который восстанавливает наши отношения с Кришной. И эти отношения сладкие. И Кришна настолько милостив, что Он может, Он океан расы. Это означает, что Он может с каждым, с каждым из нас иметь взаимоотношения. И Он хочет иметь взаимоотношения. Вопрос только остался в нас. Хотим ли мы эти взаимоотношения с Кришной? И если у нас проявится это желание, и мы приложим хоть какие-то небольшие усилия, то мы почувствуем, насколько это сладостно. Насколько сладостно Святое Имя. Насколько сладостны прекрасные формы Божества. Насколько человек получает счастье и удовлетворение от того, что Он служит Кришне. Особенно, когда Он делает это без определенных мотивов. На чистые отношения, на любовь Кришна отвечает любовью. Поэтому преданный Он старается очистить свою веру, свое понимание. Не просто Он должен понять, что Он должен что-то делать для Бога с каким-то мотивом. Он должен понять, что в чем проявляется чистота Его деятельности. И чистота этой деятельности проявляется в том, что Он действует ради одной цели, ради одного желания. Я просто хочу доставить удовольствие Кришне. Моя деятельность, мое служение направлено только на это. Я не хочу там выторговать у Кришны что-нибудь. Когда к нам относятся или к нам говорят, что мы не браманы, хотя у нас есть шнуры у некоторых, и там говорят ты вайшая или ты там еще кто-то, он начинает нервничать. Не, я браман. Так докажи. Докажи. чистота, правдивость, религиозность. Это качество брамана, надо их проявить. А не так, что мы думаем, что вот я прихожу, а сами культивируем какие-то материальные желания для того, чтобы что-то выпросить у Кришны. похоже на ваш торгуемся с Кришной. Кришна, ты мне, я вот тебе, а ты мне обязательно. Если ты мне не дашь, то я буду подумать, буду я тебе что-то делать или нет. Мы очищаем свое сознание. Итак, когда солнце восходит, оно пробуждает нас. Когда свет появляется, это пробуждает нас к деятельности. Свет знания, это по-моему история с Лалбобой, когда он на полонкине ехал, и кто-то из или уборщиков, или дворников кто-то крикнул или своему сыну, или все, кто-то как-то так сказал, выразил такую фразу, все, солнце заходит, пора заканчивать. И он, эта его фраза, она его пробудила. И иногда мы так можем жить, 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 а настанет время, когда последний вздох и последний день мы можем видеть солнце. Но мы должны как преданное всегда понимать, что нет, с каждым восходом солнца мы должны радоваться жизни, поэтому мы встаем мы встречаем солнце, как встречаем, как как будто мы получаем даршан Кришны. Недаром это время. Мы получаем даршан только для того, чтобы у нас появилось желание и возможность служить в этот день, что-то сделать для Кришны. Именно поэтому мы радуемся на луну дню. Ночь это тьма, мы находимся в состоянии невежества. И если нам хорошо повезет, то мы может быть будем смотреть какие-то трансцендентные сны. Ну, как правило, как правило, это редко происходит, к сожалению. Но если мы будем научимся действовать в течение дня так, чтобы учить себя быть преданным, искренним преданным Кришне, то тогда уже и ночь для нас не будет составлять проблем. Мы будем всегда понимать, что мы слуги. Это должно закрепиться в нашем сознании настолько сильно, что когда нас разбудят ночью и скажут «Ты кто?» Мы скажем «Я» «Дас, Дас, Ану, Дас, Я слуга слуги, Я не не буду ругаться на Него, что ты меня дергаешь, я тут понимаешь, я наслаждаюсь сном». Харе Кришна. Кстати, даже Солнце участвует в уничтожении Вселенной. Тоже Кришна наделил его таким полномочием. Мы тоже будем это изучать, когда Солнце светит и в определенной уже конце Кали-юги он иссушает всю воду. Весь океан иссушает и говорится даже иссушаются тела живых существ иссушают всю влагу и они не могут существовать. Такая засуха сначала, проливные дожди засуха, то есть там участвуют все эти ну не полубоги полубоги вместе со своими этими элементами все элементы участвуют засуха солнца так что мы должны понимать что солнце движется по кала-чакре орбита времени а временем управляет Кришна поэтому мы ценим свое время мы нужно научиться ценить свое время особенно выделенную нам жизнь она должна быть четко спланирована и молиться Господу чтобы мы были оптимистичны солнце нас наделяет оптимизмом дает возможность нам чтобы мы служили Кришне и использовать это время по достоинству Харе Кришне вопросы да никогда не говорилось что на луне людей не было во первых они туда еще не добрались их туда не пускают во вселенной есть определенные законы и точно так же как у вас по своему желанию вы сейчас не можете поехать в Америку чтобы туда поехать вам нужно получить разрешение властей точно так же чтобы попасть на луну нужно получить разрешение местных властей или на Марс но там же есть жизнь на луне и на Марсе есть жизнь обман Шила про упада он часто говорил что люди обманывают что они были на луне все это подстроено это люди хотят показать что они не микробы в этой вселенной они что-то стоят ну понятно в этот мир весь он устроен его основа это неправда невежество это ложь это то что люди себя обманывают ложное эго ложное оно уже ложное само по себе которое покрывает живое существо заставляет его действовать неправдно поэтому даже в нашей ситуации мы берем просто людей которые хотят мериться амбициями там на уровне стран на уровне своих каких-то этих вот моя страна такая она там покорила этот и так далее а на самом деле это все просто амбиции но мы обычные живые существа которые тоже стоим перед зеркалом иногда и тоже у нас очень много амбиций мы думаем вот я такой какой-то особенный и ко мне нужно относиться так просто у них проявляется так ну не фантазия вчера Дипуруша он объяснял что есть как же он говорил есть разные господи мезо мезо кто у нас не было никого там на лекции нет есть определенный менталитет есть менталитет общества как он как-то назвал вот так научным а это общество оно навязывает нам определенные определенные ценности да когда вот оно это ну и вот эти ценности они как они проявляют так как у людей есть определенные амбиции они хотят выглядеть в глазах других более возвышенными поэтому точно так же как и мы мы всегда сравниваем людей кто лучше кто хуже мы пытаемся иногда у нас проявляется зависть иногда гордость по отношению к другим живым существам это просто наши внутренние амбиции они так выражаются но оно всегда связано со мной как с центром вселенной как я вот какой-то особенный для себя я какой-то я воспринимаю себя так действует ложное какое-то особенное но когда это его распространяется на общество то тогда там правители или категория каких-то людей они хотят показать что они там видите какие у них достижения есть и так далее и они пытаются вот так вот выразить вот эту гордость перед кем-то похвастаться или выразить гордость или проявить зависть ну у каждого по-разному проявляется но на луне на луне человечество вот наше в калиюгу точно не было были возможности попадать на луну была такая по-моему история Леврамайне где Тришанху по-моему он пришел к Вишваметре и сказал я вот такой благочестивый отправьте меня на луну отправь меня на луну и тот его сказал хорошо ты мне служил я доволен тобой и давай и он его туда раз а тот а там правители они его обратно полубоги иди обратно и он туда сюда туда сюда и говорит я уже надоел а что до меня не пусают туда что ты такой не такой могущественный и тогда Вишваметра хорошо ладно раз туда тебя не пускают я у тебя создам другие планеты будешь там управлять и он создал по-моему малую медведицу но правда он ее создал а поддерживать не мог они начали падать он тоже начал уже переживать и тут уже Вишну появился говорит ну что ж ты такой Господи ладно я буду сам их поддерживать тогда в действительности иногда благодаря мистическому могуществу или каким-то аскезам живое существо как душа очень могущественная оно может совершать аскезой и путешествовать с помощью ума как это делал Кардама Муни создавать целый летающий город или управлять пуш-повиманами могут делать благодаря мистическим силам мы будем читать это в 11 песне Шиман Багава там в 15 главе но это всего лишь ограниченная энергия Господа хотя это тоже энергия могущества Господа но она очень ограничена потому что живое существо оно минимум может проявить это представьте себе как Господь может проявить эту энергию да про Лал-Бабу я история Лал-Бабы это надо посмотреть может быть по Парикраме там она описана я уже не помню надо вспоминать смысл в том что когда ему сказали он прозрел он понял подожди я уже скоро могу умереть а ничего не сделал он потом стал преданным он начал заниматься духовной практикой да вот солнце да пора домой пора домой против часовой но вокруг мер да только внутри они специально так устроены Господом чтобы солнце солнечный свет не проникал туда дальше не рассеивался ну чтобы не рассеивался потому что если будет больше расстояния туда энергия света солнца она уменьшается да он фокусирует таким образом на определенное количество как это Адипуруша рассказывал говорится что если взять всю нашу энергию которую живое существо аккумулирует сейчас как в виде солнца там атомное не он не приводил атомное просто электричество этот он говорит про атомное говорит я не знаю говорит то говорит эта энергия вот на нашей планете если говорит ее всю перевести в какую-то цифру то говорится что она будет стоить 8 секундам энергии которые светит солнце просто представьте себе какое могущественное солнце а оно распространяет свою энергию на все планеты это только мы о нашей говорим на все планеты сколько энергии есть солнца Кришна наделяет поэтому говорится это душа она дает жизнь благодаря солнцу очищает нас почему он выпаривает приводится пример то что солнце оно является настолько чистым могуществом что оно выпаривает жидкость из мочи и при этом остается чистым но как мы уже сказали он будет выпаривать все океаны и это могущество солнца нет так мы говорим что Кришна мы когда говорим ом бурбу вах мы медитируем на Господа который находится как сверхдуша это в этом это не Брамаджоти это сверхдуша это энергия Кришны ну естественно а уже Брамаджоти оно исходит от Кришны но сам сам в центре этого вселенной когда мы повторяем мантру по крайней мере мне так объясняли мы медитируем вот для нас он бурбу вах савитур вариньям мы поклоняемся кому на районе который находится Господу который находится то есть получается у меня был вопрос каким образом когда во вселенную попадает тогда получалось что солнце оказывается что там на районе из него есть поселение да это же хиранья гарбха это тот это часть энергии Господа которая проявляется здесь вот тут же называют хиранья гарбха иногда это к Браме относится иногда даже к Суре я тоже удивился ну так вот и это энергия то есть как бы сверхдуша то есть одна из его проявлений то есть он же проявляет себя в каждом живом существе и он наделяет именно сверхдуша наделяет полномочиям сколько у нее могущества наделяет полномочиям дает силу дает там определенную энергию этому Господу этому живому существу он начинает действовать это называют поэтому мы говорим что проявление Кришны в определенных элементах или в полубогах потому что там его энергия проявляется именно он наделяет его поэтому она неотлична это точно так же как я допустим попрошу что-то сделать или там Яшода Кумар как руководитель попросит вас что-то сделать и вы придете и скажете меня попросил это сделать Яшода Кумар у вас полномочия такие же потому что он вас это полномит это равносильно тому что он это он делает да 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 конечно мы воспринимаем этот мир как механический процесс который происходит нами встает солнце заходит и мы живем жизнь и иногда мы думаем скорее бы утро потому что завтра меня ожидают какие-то чудеса или дела которые намерняка принесут мне радость а иногда я заметил что ты ложишься спать и ты страдаешь потому что знаешь что завтра особенно в детстве это было тебя ждет что-то страшное там школу идти а ты не выучил предметы или экзамен и ты такой весь переживаешь представьте себе да какие-то эмоции и человек живет он очень механическим образом сравнивает вот это время и поэтому с одной стороны он его пытается оттянуть а с другой стороны он хочет его приблизить это так так работает менталитет человека но хотя происходит все наоборот как только я хочу оттянуть время оно движется быстрее как только я хочу его приблизить оно такое растягивается поэтому говорится ждать и догонять очень тяжело для беспокойства для ума поэтому с этой точки зрения нам нужно научиться связывать это время с Кришной и когда мы начнем его связывать то есть мы начнем планировать свою жизнь связи с Кришной мы получаем опыт и опыт счастья который мы получаем в отношении с Кришной будет просто он будет побуждать нас ценить это время потому что мы не сможем больше находиться в другом состоянии с другим менталитетом в этих ожиданиях каких-то беспокойствах мы просто будем понимать что мы сейчас можем быть счастливы если это время задействуем Кришне и вот этот эффект от этого он будет настолько приносить удовлетворение что мы уже естественным образом не захотим тратить это время на что-то другое но к этому нужно прийти к этому сначала мы делаем это опять же механически то есть или садга нам предлагаем какие-то усилия нам надо рано утром встать чтобы прийти к божествам и не хочется он же что-то говорит утром вау опять вау не хочется а надо но раз мы встаем идем а иногда уже когда мы получили вкус у нас уже этот вопрос не стоит мы уже не можем не вставать рано утром уже просто не можем потому что мы уже получили какой-то опыт удовлетворения того что мы видим утром божества или там повторяем мантру утром все а тема все равно про планеты но потому что я знаю что у вас сомнение разбирайтесь все исследования в нашем сомне презентуе сделать пай планетам и немножко сбивает этот момент является это походение это как мы нарушили ускорбили это например я приведу такой пример если вы бы оскорбили какого-то преданного вам нужно было попросить у него прощения логично планеты мы они личности они в них есть определенная задача мы из-за своих поступков совершая грехи мы пренебрегали законами и поэтому иногда понимая эти вещи мы можем мы не поклоняемся и но мы просим у них прощения может быть нам это и не надо если мы уже стали преданным и им уже не надо они уже видят что мы поменялись они уже не оказывают такое влияние потому что у преданного это происходит естественно становится другом всех живых существ он становится милосердным по отношению становится честным чистым и поэтому естественным образом для него как для человека если он чувствует что он кому-то когда-то даже причинил беспокойство он будет просить у него прощения и проявлять как-то определенный к этот поэтому это для него естественно так уже природа такая проявится качество но поначалу опять же мы тоже не должны делать ограничения вернее различия такие сильные что то есть какие-то люди ну то есть как бы мы можем это мы должны правильно должны понимать что есть какие-то личности там какие-то люди живы допустим они в тоже у них есть свои полномочия я буду ими пренебрегать поэтому я буду служить кришне кришна иногда такие вещи господь читание он как-то так это урегулировал правильно он всегда говорит что но если мы будем воспринимать все живых существ это уровень махабхагаваты или высокого уровня у там от якори где он видит всех как преданных кришны только на уровне конечно от якори мы можем не видеть в этих живых существах преданных кришны и поэтому мы как-то их от а видим их различия от кришны этих живых существ и поэтому нам сложно с ними строить отношения но чтобы этого не происходило мы сначала просто действительности поклоняясь кришне даже если мы еще находимся в таком на низком уровне мы поклоняемся кришне для того чтобы очиститься чтобы наше видение расширилось и когда она расширится тогда нам будет естественно увидеть в каждом живом существе особенно те которые занимают какое-то более высокое положение мы почему-то уважаем людей даже которые тут занимают какое-то положение даже какой-то там не знаю старший продавец магазина и тому же уважаемому потому что или там мы проявляем уважение но в то же самое время нам не надо там постоянно ставить на алтарь и молиться этому всему что вот пожалуй мы просто можем допустим в этих же мантрах есть мантры поклонения я допустим поклоняюсь богу солнца каждое утро каким образом я читаю мантру мне жена заставила повесила мне в янтру которая написана ом намо багавате рамачандре он намо багавате рамачандре намо говорит ну тебе надо и я поэтому делаю упражнение я смотрю на нее и повторяю и я понимаю что господь рамачандр он повелитель бога солнца и я чувствую что не и сам сам бог солнца счастлив и при этом ты еще удовлетворяешь господа так вот мы должны видеть и воспринимать это все так да да вот есть определенные вещи которые брама научили всему связывать все с кришной изначально они просыпались они вставали с определенной ноги читали определенные мантр только для того чтобы видеть связь с богом кшила правопаду он как-то так нас мы можем как-то повторять мантры они не не проблема но мы не должны забывать кришна пред поэтому мы относимся к этим живым существам как те кто помогает да при господи читании кто-то поклонялся ганги потому что он знал и шастр что ганга она позволяет поможет ему стать преданным так как она сама предана и и там кто там шуклабарам бармачаре да или как его звали колодей шашидара да он раз и получил милость потому что он там 50 процентов своих дохода отдавал ганге и так или иначе многие живые существа мы здесь здесь от кого-то должны получить милость мы получаем милость от тех с кем общаемся от полубогов потому что мы надеемся на их помощь какой-то степени да поэтому преданные они могут видеть связь каждого живого существа с богом и тогда он может посредством если ему так может помочь этот божество вот как вот я сегодня прочитал бак сяне бага вате как два это очаре преданные просто уже я считал одну читание мангала это читание бага ваты там два это очаре вернее преданные начали жаловаться два это очаре что жители навадвипы вообще не хотят принимать сознание кришны все что угодно делают там учатся бегают с учебниками спорят там я не знаю устраивают свадьбы критикуют нас за то что мы поклоняемся и даже говорит изучая бага ватам они говорят я прочитал весь бага ватам там нигде не написано что нужно повторять святое имя господа и служить кришне читали бага вот ученые такие были нигде не написано почему они вот это бегают воют там повторяют святое имя они наверно что-то у кришны выпрашивают они свой менталитет пытались привели этот принести в менталитет вайшнау и вайшнау и они чувствовали от этого боль поэтому они пришли как-то пожаловались а два этой очаре а два этой очаре сказал кто такое два этой очаре господь жив я разрушу эту вселенную вот я ее просто возьму уничтожить всех негодяев потом подумал и сказал нет я сделаю так что вы увидите через короткое время придет господь читание и он освободит всех изначально поначалу у нас может проявиться гнев по отношению к какому-то живому существу ну из-за того что мы что-то не понимаем но как только мы начинаем вспоминать милость и природу господа читания маха пробу этот гнев должен нас утихнуть и проявиться сострадание милосердия иногда так происходит поэтому мы смотрим и действительности мы просим этого два этой очаре он был предводителем благодаря ему он призвал все делается по предам благодаря преданным все преданные они связаны парампоры все преданы связанными отношениями потому что невозможно развить любовь богу не общаясь тем кого это любовь есть или привязанность конечно я уже объяснял читание бхага там если мы повторяем святое имя с в настроении оскорбительном настроении то мы можем обрести материальные блага если мы повторяем святое имя в очистить как бы настроение нам обхаз очистительным настроение мы очищаемся и у нас мы очищаем сердце и у нас проявляется какой-то вкус но если мы начнем чисто повторять святое имя у нас появится привязанность к решению хорик а у тебя был вопрос господь сам кришна даже там есть много лил где он там сам становился богом солнца и кутила джетила приводили шимати радхаран и они там делали какую-то пуджу на это уже из сокровенных лил кришны хари кришна Симат Багутон Киже.